Тающий снег обнажил все проблемы в работе Украфтодора. Некачественное дорожное покрытие не выдержало жесткой зимы. Премьер-министр Николай Азаров возмущен таким количеством слабых мест. Чиновник уверяет, финансирование идет. В частности, благодаря акцизному сбору, который платят украинцы. Также только в январе Украфтодор получил 417 миллионов гривен бюджетных денег. Но этого мало. На все потребности необходимо 2 миллиарда. Поэтому финансы нужно использовать адресно, отметил глава правительства. Проконтролировать организацию ремонта дорог и использование средств он поручил вице-премьеру Александру Вилкулу и профильным министерствам. В 2012 году было недостатне выделено субвенции на разбудовывание и утримание мережи дарих коммунальной властности. Местцевая влада не мобилизовала можливые ресурсы, а выделение кошты выкористовывалось не завжды эффективно. Кошты распорошивались на великую килькость объектов. Тому майже ни дэ не вдалось досягти помитного покращения. А на значные килькости объектов работа взагали не была завершена. Снежная зима создала еще одну проблему – возможность наводнения. Синоптики говорят, холода продлятся еще шесть недель, обещают мокрый снег и дожди. В западном регионе уже потопленный ряд дворов и сельхозугодий. Николай Азаров говорит, все из-за халатности, следствием которой стало засорение дренажных систем, источной канализации. Александр Вилкулх получил еще одно поручение от премьера – создать оперативный штаб по подготовке мероприятий против действия наводнению. Холодная погода, которая еще будет продолжаться в Украине, несет риски и для сельского хозяйства. Впрочем, отечественный агропромышленный комплекс к весне готов, успокаивает профильный министр Николай Пресижнюк. Сейчас создаются страховые запасы семян яровых культур на случай, если придется пересеивать озимые. По предварительным оценкам, аграрии Украины потратят на весенние полевые работы около 39 миллиардов гривен. Для полного обеспечения сельхозпроизводителей не хватает 8 миллиардов, поэтому привлекать будут банковские кредиты, говорит министр. И отмечает, что уменьшить объемы экспорта продукции АПК в этом году Украина не планирует. Конечно, важное вопрос будет расширить торговые отношения с странами-партнерами Близького и Среднего Схода и Азии. Мы понимаем четко, что это направление для нас для нас приоритетным. Конечно, нарушаются обсяги торговли с Европейским Союзом. Мы прогнозируем, что в этом году мы сможем экспортировать в обсязе 22 миллиардов долларов сельскохозяйственных продуктов и продуктов харчевания. Также Николай Пресижнюк отметил, что прорабатывается государственная программа активизации экономики на ближайшие два года. Она предусматривает совершенствование технического обеспечения АПК, строительство животноводческих комплексов, продолжение политики дотации на содержание молодняка рогатого скота и увеличение производства подсолнечного масла. Анастасия Крапивко, программа «Наше время».